всем привет с вами кирилла вы на канале кирилл game и сегодня будет очень интересное видео а именно про модпака мазинга реально видосик очень классный получился там очень много скриншотов про модпак какие будут новые машины там и так далее поэтому всем советую поставить лайк и подписаться на канал потому что очень хочу до лета набрать 20000 подписчиков а вы мне в этом очень можете помочь поэтому кто не подписан обязательно подпишитесь на канал я вам буду очень сильно благодарен также не забывайте вводить мой промокод пишите вместе капсом кирилл game на пятом уровне получите 50000 на десятом уровне вы получите 100000 мой промокод можно вводить на любом сервере мазин холиплей также видосик я записывал с вебкой поэтому за это можно поставить отдельный лайк смотрите видео от начала и до конца желаю всем приятного просмотра а тем кто кушает приятного аппетита ну что ж давайте короче посмотрим машины скриншота дача много и видео будет реально очень интересно поэтому поставьте лайк за видео и за вебочку тоже поставьте лайк потому что видео собачка и выходят довольно-таки редко но метка поэтому за обазку поставьте лайк ракурт думаю довольно таки хороший поэтому все должно быть хорошо итак у нас здесь первый скин счет получается здесь есть интересные машины и конечно не очень хорошо видно но думаю видно ноowym я думаю вы все видели в принципе вы знаете то что она будет в новом модпаке и у нас вон виднеется получается джип гранд широкий srt довольно таки очень прикольная машина мне она в жизни очень нравится и я возможно ее куплю в новом модпаке когда выйдет новый модпак но скорее всего модпак выйдет получается месяц го потому что нет смысла пускать сначала модпак потом го они упустят все вместе и будет реально пушка также у нас здесь перед машиной получается дпс есть интересно тоже машина это получается марк 2 у нас он был когда-то в принципе потом убрали и скорее всего как мы видим его обратно должны вернуть следующий скриншот это получается нас бмв м8 очень реально годная тачка которую я тоже себе хочу вот почему нельзя больше слотов сделать на мазинке потому что у меня всего 10 лотов и мне хочется еще машин покупать но я не могу этого сделать потому что лимит 10 лотов это реально очень печально сделали бы хотя бы лимитом 15 лотов было бы реально очень круто вы скажете вот кирилл ты там блять зажрался не спорю зажрался я очень просто обожаю машины и для меня очень главное чтобы на проекте был хороший модпак и хорошие машины поэтому я их так очень сильно ценю и так бмв м8 в принципе вот такой вот красивая синего цвета вот рамочка у нас получается мазинга новая но здесь у нас показана всего лишь задняя часть но спереди на тоже очень красивая двухствольный выхлоп получается но как мы видим дым идет только с одной трубы это на самом деле очень печально надеюсь это исправит потому что когда у тебя на машине двойной выхлоп и работы только выхлоп с одной стороны это немного тупо смотрится поэтому надеюсь это исправит но в принципе о ней много говорить нечего просто хорошая красивая машина которую я себе бы купил конечно следующий скриншот получается это уже дальнобойщики это у нас mercedes актроз какой-то этот mercedes будет получается вместо magnum а что очень для меня печально потому что если честно мне намного больше нравится magnum потому что он знает такой аккуратный такой кубик чисто знаете как гелик magnum это как гелик он такой кубик принципе просто квадратный красиво вот и все и вместо magnum получается в новом модпаке будет вот этот mercedes я знаю что вы этот скриншот видели но все равно решил вам его показать потому что мы тогда не знали на какую машину этот mercedes будет заменен если честно думал что это mercedes будет вместо получается scanny но в итоге все получилось наоборот этот mercedes будет вместо magnum а я если честно этому не очень рад но возможно как бы мне этот mercedes понравится когда я к нему привыкну если у него еще будут хорошие винилы то это реально будет круто если он на него не будет винилов я считаю это будет очень хреново потому что мне в магнуме нравится очень его квадратные формы и то что на нем есть винил и следующий скриншот тоже относится к дальнобойщикам это у нас получается и в эко это и в эко будет получается вместо scanny то есть сейчас у вас scanny а потом когда выйдет модпак у вас будет и в эко вот такая вот здесь даже написано скриншот конечно не очень хороший его вырезал там со стрима разора но в принципе я думаю здесь видно то что как бы это и веку вот здесь даже написано большими буквами и в принципе вот здесь тоже написано а дальше получается стоит mercedes который он показывал перед этим следующий скриншот очень интересный это получается на бмв семер как я понял до 750 давайте я приближу вот это получается у нас бмв семерка честно мне не нравится вот я люблю бмв конечно но мне на не нравится вот эти носки большие они просто мне не нравятся и не знаю возможно кому-то нравится но мне лично нет жопа не спорить симпатично а вот морда мне не нравится из-за того что ноздри на пол машины но диски кстати красивые диски реально красивые вот бмв семерка предыдущего кузова не нравится потому что там ноздри не такие большие на такая более знаете скромная а вот эти ноздри прям как-то ну не очень смотрится реально мне не очень нравится. Следующий автомобиль получается это Лада какая-то, но я не знаю какая. Либо это Лада Калина, либо Лада Веста. Короче, я не знаю, что это за Лада, но какая-то Лада, короче. И здесь получается у нас это такси будет, но знаете, что меня смущает? То, что здесь у нас рамочка, не Амазинга. Здесь какая-то рамочка непонятная. Я эту рамку уже видел на Амазинге, на первом серваке. Там есть Приора, и на ней такая же самая рамка стоит. Я не знаю, либо это сделали по приколу, либо реально будет на машине такая рамка. Но насчет Приоры чуть позже мы об этом поговорим. И я вам покажу скриншот ее. Вот в принципе написано здесь Яндекс Такси. Больше я ничего сказать не могу. Просто какая-то Лада. Следующий скриншот получается это тоже такси, но как бы это уже БМВ. Какая БМВ тоже я сказать не могу. Скорее всего какая-то БМВ Пятерка, либо Тройка. Здесь непонятно, как бы здесь морду не полностью видно. Ну, скорее всего, наверное, БМВ Тройка. Выглядит довольно-таки симпатично. Калухури, типа, такси. Как бы до этого была Лада. И вот БМВ. Как бы, скорее всего, для новичков будет Лада. Какой будет хороший скилл, у того будет как бы БМВ. Мой любимый кузов у БМВ это Е60. Я считаю, что кузов Е60 это самый охуенный кузов у БМВ. Вот, кстати, та самая Приора, про которую я хотел вам рассказать. Скриншот, конечно, не очень хороший, но думаю, вы в принципе все здесь поймете. Это Лада Приора на торусах. Заниженная. И там еще номера получаются такие же самые, как я показывал на такси Лада. Там в точь-точь такие же рамки номеров. И я знаю, что у одного игрока Мазинга есть такая Приора. Он ее купил, по-моему, у Модпакера за 250 миллионов. Это не точная информация, но возможно, это правда. Даже где-то у меня был карпас в принципе этой машины. Но я, скорее всего, сейчас не найду, потому что в Беседе много сообщений. Как бы все скриншоты я беру из Беседы. Поэтому ссылочка по цене на Беседу есть в описании. Как бы мои подписчики скидывают скриншоты в Беседу. Я как бы потом их сохраняю. И потом делаю для вас, в принципе, видосик. Поэтому кто хочет знать самые первые новости по Мазингу, вступайте в мою Беседу. Ссылка на Беседу, повторюсь, есть в описании. Приора реально сочная такая на торусах. Хотя торусы эти, знаете, кому-то какие-то пластмассовые выглядят. Вот реально, типа, цвет у них такой. И структура у них какая-то пластмассовая. Я вот когда первый раз увидел, как-то очень на пластмассу смахливает. Ну а так, в принципе, Приора реально четкая просто. Пацанская Приора. Следующий скриншот это тоже получается у нас Лада Приора. Ну, в принципе, такая синего цвета. Но здесь, кстати, старые рамки Мазинга, видите? Здесь старая рамка Мазинга. Но, кстати, видите, там видно новый вокзал. То есть, это как бы скриншот свежий, это скриншот не старый. Потому что здесь видно новую карту. Но почему-то рамки здесь старые. Возможно, не успели переделать, я не знаю. Следующий скриншот очень сочный, потому что это, пацаны, Феррари. Как я понимаю, это Феррари FF, наверное. Либо это рестайлинг, либо это какое-то новое поколение. Потому что у нас была Феррари FF. Вот Феррари FF, я считаю, это самая красивая Феррари. Вот мне она очень нравится. Это моя самая любимая Феррари. Да, там есть 4-5-8 Италия, тоже симпатичная, но самая красивая Феррари, я считаю, это Феррари FF именно. И, по-моему, это она и есть. Но реально тачка очень сочная. И, сука, если ее добавят, я ее точно куплю. Я вот просто, вон, печа, я ее куплю. Потому что она очень сочная. Она просто, просто булочка, просто пушка. Просто вишенка красная. Реально. Вот я себе ее очень хочу. Здесь еще у нас получается панорамная крыша, как я понял. По-моему, да, панорамная крыша. Вот эту Феррари я точно себе куплю. У меня была Феррари FF, когда она была в модпаке. И она мне очень нравилась, и я от нее очень кайфовал. Ну и, в принципе, последний скриншот на сегодня, это у нас обратно Приора, Яндекс.Такси. Вот такая вот заниженная Приора, тоже на торусах. Короче, как-то они меня сильно запутали, потому что то одна Приора, то другая, то третья. Короче, как-то все сложно. Чисто заниженная, стерет по Батырева. Приорка. Просто Приорка, четкая тачка. Пацан, Все, пацаны. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Набирайте здесь 300 лайков, выходит новая серия. Новая серия будет тоже довольно-таки интересная. Конечно, не про глобальное обновление, не про модпак, но будет тоже интересно. Поэтому, пацаны, я для вас очень старался, искал эти скриншоты в беседе, сохранил их себе и записал для вас видео. Поэтому, пожалуйста, покажите хорошую активность. Все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok